Думывая. Или позволяя брать самим, доверяя просто. И поначалу они брали немного больше, но потом они начали брать больше и больше. Потом они побежали к деревне и сказали, там какой-то странный торговец, чили, он продает непонятным ценам, идите и берите чили. И вся деревня сбежалась, и они начали разбирать у него чили, давая ему деньги, иногда не давая деньги. Но они брали и брали, и просили, или просто обещали заплатить. Потом, завтра, через месяц, так разошелся перец из двух огромных тюков. И к этому времени подошел из этой деревни ловкий обманщик. И вот у Карамаса еще один тюк, большой мешок получил. И обманщик попросил у Карама этот третий, полный тюк. И он сказал, я принесу тебе деньги, как только перец доставят домой. И только Карамас согласился, но он сказал, ну ты мешок, хотя дай мне. Мешок нужен мне. И этот жулик сказал, ну мешок и мне нужен. Я тебе дам, когда ты придешь в следующем году. Я тебе дам, если придешь. Потому что мне нужно дома в чем-то хранить этот чили. Мне нужен таро. И он забрал это. И так, тукарам остался всего лишь небольшим количеством денег и риса. Естественно, ситуация такова, что он отложил деньги на этот чили, чтобы заработать и потом отдать, и прибыль использовать для семьи. Субтитры сделал DimaTorzok